У нас работа с молодежью вообще не велась долгое время, то есть даже управление по вопросам молодежной политики, которые существовали и существуют в регионах, сейчас, насколько я знаю, в Амате это упразднили, это управление, но уже вошло в управление общественного сознания. Но опять же, по делам молодежной политики, видите, у нас как такой молодежной политики не было. Вот молодежи объявлены, но только сейчас мы видим какие-то проблески работы, опять же, не потому, что это не было чистой инициативой власти, потому что у нас различные инстанции видят, что это уже, опять же, как мы говорим, это не роскошь, это необходимость, то есть это уже необходимо заняться. потому что она уже просит, мы видим в соцсетях, мы видим ребят, которые даже не выступая на каких-то конференциях, мероприятиях, там снимают у себя дома на работе какой-то видеомесседж, его публикуют, репостят другие, все, он становится сегодняшним трендом, его знают больше, этот ролик просмотрело людей больше, чем посмотрело вечерний выпуск новостей на государственном канале. То есть вот это все критерии, компоненты, фидбэк нужен, то есть опять же радует то, что это пришло понимание властям сейчас, что фидбэк нужен, потому что мы не должны потерять это поколение, потому что за ней уже идет Z, который родился со смартфоном в руках, это вообще неизведанное нечто, человек, который уже говорят, что оно мыслит намного быстрее, чем мы, когда двухлетний ребенок говорит, не умеет говорить, годовалый ребенок, но уже он понимает, он берет в руки смартфон, он тыкает, он понимает, что он тыкает вошел, тыкает, вышел в YouTube, но он еще вроде не умеет говорить, но он уже в руках держит смартфон и какие-то действия предпринимает и даже страшно подумает, то есть завтра, может быть, даже и процент IQ будет выше, говорят, намного, то есть людей, которые родились 5 лет назад, 10 лет назад, то есть это уже даже непонятно, будет ли они частью поколения Z или вообще чего-то нового. То есть сейчас, опять же, молодежная политика, я считаю, что она должна стоять одной из таких основных конфигураций, если можно сказать вообще о построении государственной политики.